На взрыв топливного резервуара первой реагирует добровольная пожарная дружина объекта. Однако для ликвидации ЧП ее сил явно недостаточно. Один за другим к месту условного происшествия прибывают дежурные караулы пожарных частей. Спасателям техногенной группы, как всегда, достается нетривиальная задача. Эвакуация пострадавшего с емкости непосредственно и разворачивание комплекса ЛАРМ для ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов на суше, для сбора разлившихся нефтепродуктов. Совместное учение спасателей и нефтяников стало наиболее зрелищным событием последнего дня Всероссийской недели гражданской обороны. Однако не единственным. Параллельно в регионе тренировались и другие службы ГО. Приведены в готовности развернуты элементы и объекты гражданской обороны, такие как разборные эвакуационные пункты, приемные эвакуационные пункты, станции обеззараживания, одежда, санитарно-мывочные пункты и другие объекты гражданской обороны. Приводится в готовность защитные сооружения гражданской обороны. В местном финальной тренировке территория компании «Черное золото» была выбрана не случайно. Единовременное хранение всех видов нефтепродуктов составляет 4,5 тысячи тонн. Вот почему пожарная охрана уделяет предприятию столь пристальное внимание. А вороны на объектах нефтепрома такого масштаба в регионе не было уже десятилетия. Однако в МЧС говорят, кто предупрежден, тот вооружен. Последнее серьезное возгорание на объекте ТЭК помнят только ветераны пожарной охраны. Оно случилось на исходе лихих 90-х в Урицком районе. Тогда дымный столб был виден за 70 километров. Именно поэтому к таким учениям привлекается максимум сил и средств. На этот раз в тренировке участвовал даже пожарный поезд. Железнодорожная ветка как раз рядом. А каковы вообще возможности пожарного поезда в плане огнетушащих веществ? По 60 тонн в каждой цистерне. У нас две цистерны, то есть 120 тонн. И пенообразователя 5 тонн. То есть в принципе любой пожар можете потушить? Любой пожар, да. В областном управлении по делам ГО и ЧС усилия участников учения оценили по достоинству. Цели тактика специального учения достигнуты. Личный состав отработал слаженно. Дежурные службы также довели информацию о происшествии чрезвычайной ситуации своевременно. И успешно ликвидировали чрезвычайную ситуацию. А хлопья белой пены еще долго летали в воздухе. Пенообразователи пожарные на учения не пожалели. Иван Суверин, телеканал Первый областной.